Привет, это Субнатика, ледяная планета, зубодробительный холод. Мы здесь выживаем, в прошлой серии я катался и смотрел на этих червей ледяных и обалдевал, как они жрут медведей, как они без глаз вообще существуют. Ну вообще, что я тебе рассказываю, ты так все в курсе, ты все видел, ты все знаешь. Я тебя тогда спросил, что делаем? Ты сказал, что нифига не вздумаю уезжать оттуда, потому что ты еще не нашел одну из частей архитекторов. По поводу лиса нашего, типа, что ты паришься, тратишь батареечки на ремонт этого полярного лиса, и вообще перекрасивай и переименуй, назови его, например, енот. Короче говоря, что не парься с ремонтом, просто ставишь сюда полярного лиса, вот сюда вставляешь, вот так вот, и он сам будет чиниться, не заморачивайся с этим вообще. Не парься, что ты паришься, будь проще, буду иметь в виду. Просто иногда бывают такие моменты, когда, ну ты просто физически можешь не доехать, и он прям под тобой развалится. Но если я приеду, и он будет развален, то я обязательно починю его на стойке. Лисенка. Давай спустимся, посмотрим, что там у нас. Вниз, вниз, и только вниз. А, ну это мы спустились в туннели. В туннелях мы побывали. Мы здесь все изучили. Ой, черви, черви вылазит. Где он тут был? Ты у меня целенький? Ничего с тобой не страшно. О, его уже поломали, пожалуйста. Я ничего не делал, а его уже поломали. Едем тихонечко. Тихонечко едем. Поехали быстрее. 49 процентов. А, просто от ас. Сейчас починим нашего Алиса. Где-то здесь. О, медведь. Оу. О, тихо, тихо, тихо. Прямо передо мной. Спокуха, не переживай. У нас есть вот эта штука. Чудесная штука. Сейчас я ее тут поставлю. Вот так вот. Пускай она отвлекает червей. Вон червяк там. И где-то здесь должен быть проход. Я стою, я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Ау. Ух. Я не шевелюсь. Вот рядом ударник стоит. Иди к ударнику. Нет. Он меня так легонечко подвинул. Аккуратненько. Все, занимайся ударником. Я поехал. Давай, давай, давай. Да что ж ты будешь делать-то? Долбаный черви. Ударник вообще не спасает меня. Да штопанные носки. На тебе, на тебе. О, я в червя вошел. Ха. Прикол. А можно тебя отсканировать? Не, его бесполезняк сканировать. А, что это было? А аптечка у меня с собой есть? Нет аптечки, прикинь. То есть, в принципе, я могу сейчас тут окочуриться. Я думаю, что нет смысла оставлять здесь ударник. Он все равно... А, может быть, вон та пещера, а? Или я в ней был уже. Почему, когда он из-под земли вылазит, я просто кидаю кирпич на землю и выскакиваю со своего полярного лиса? Это же не дело. Нельзя так делать. Вот еще пещерка. В этой пещере я еще не был. А, она сквозная, между прочим, прикинь. Она нас выводит вот сюда. Так, ну и что? О, так я здесь не был, смотри. Садимся и едем вглубь. Вот сюда, вглубь. Тут вот есть пещерка. Давай съездим, посмотрим, что в пещере. Дождопанные ты носки, дырявые мои соски. Ага, тут ничего интересного, просто куча минералов. О, 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 о. Модели данных архитектов очень сильны в этом месте. Здесь почти определенно находится информация, жизненно важная для создания моего тела. Ништяк, мы нашли это место, четко. Четко, не без подсказок подписчиков. Так бы я отсюда уже давным-давно бы свинтил. Все благодаря вам, товарищи подписчики. Я еще здесь и нахожу части. Модуль сокращения нападения ледяных червей для полярного лиса. Надо будет потом его сделать. Значит, тут у нас, скорее всего, выход. О, 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 о. Там он тоже что-то валяется. Поднимемся наверх. Где-то здесь должно быть что-то интересное. То поднимался, то спускаюсь. Странные какие-то вещи тут все. Там вон еще лесенка есть. Так, хорошо. Я потихонечку замерзаю, кофе у меня с собой нет. Здесь спуститься можно? Ну, хорошо, мы спустились по этой лесенке, а поднимемся вот по этой. Куда-то же нас должно это все привезти. Полярный лис у меня в кармане, да, в кармане. Я тут замерзаю, но если что, я его достану, сяду и погреюсь. Ой, 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 как тут все трясется. Вон туда нам, походу, надо. Вот, это конечная точка, да, скорее всего. Ух! Я забираю тебя, мой полярный лис. Черт. Не получилось забрать полярный лис. Давай, въезжай сюда. Вот. Четко. Даже лесенки нам не нужны. Ага, грамотно. И что мы здесь видим? Подожди. Я что-то был. Я кругами, что ли, хожу? Короче, да, я прошелся кругами, я пришел снова к порталу. Запутали меня разработчики конкретно. Ну, давай, либо нападай, либо прячься уже. Не напрягай меня. Иду на свечение. Темно уже, капец. О, что это такое? Яйцо существа. Ну, какого? Давай заберем, короче, это яйцо существа. Их тут несколько причем. Ну, ладно, я одно заберу. Мне будет одного достаточно. Вызываем полярный лис. Чуть-чуть его подремонтируем и едем дальше. Вон, смотри, вон там есть какой-то свет непонятный. Что это такое? Давай, давай туда. Капец, вот это тут поляна. Меня сейчас тут может поскидывать червяки эти. Очень много инопланетных. Так, давай-ка я сделаю вот так. Ай, ой, ой, ой. Ставим сюда ударник. Поскольку площадь тут большая. Смотри, куча инопланетных вот этих вот оптоволокон. Еду, короче, по ним. Нитро, нитро, включайся. Включайся, нитро. Так, спокойно. Вот пещера какая-то. Ой, я свалился в пещеру. Как-то так неожиданно вышло-то. Я свалился в пещеру. Вроде бы как. Теперь мне вот сюда надо, да? Скорее всего. По крайней мере, кабель идет сюда. О, точно. Смотри, я нашел. Я нашел пещеру. О, она отвалилась. Ну, точнее, перегородка отключилась. Прикольненько тут. Красивенько. Ионные кубы. Что-нибудь отсканить можно тут? И... О, подожди. Большой изумруд. Ну, давай отсканим. Крепкий изумруд. Почитаем про него. Активность по добыче вокруг этих кристаллов свидетельствует о том, что они имели ценное применение в технологиях архитекторов. Ясно. Для нас они как бы... Ну, никакого смысла не имеют. Никакой смысловой нагрузки. Это что такое? О, компонент архитектора. Это что, его лапа, что ли? Давай сканить. Ну, у нас теперь есть хоть какая-то часть архитектора. Ткань архитектора. Ой, жуткий способ умереть. Да, мне бы не понравилось быть раздавленным при добыче компонентов для ионных кубов. Холод хорошо сохранил тело, но образец не очень большой. Его хватит? Наши ткани плюрипетентны, образованы из ДНК различных видов и могут изменять форму по необходимости. А, как стволовые клетки. А что не дает вам, ну, не знаю, оказаться копытами вместо ресниц? Такого не происходит. По крайней мере, со времен четвертой итерации. А, то есть раньше такое могло произойти. Ладно, садимся тогда на нашего лиса и мчим с этой пещеры. И, наконец-то, расцвело солнышко. И мы посмотрим на эту огромную поляну. Что же тут за поляночка такая? Давай, наверное, выезжать будем здесь, с этой стороны. Ю-кау, я вылетаю. Я вылетаю. Привет, медведь. И пока, я погнал, я погнал. Пусть я черви жрут. Но, в принципе, тут просто огромная поляна. И больше здесь ничего и нету. Хотя, есть вероятность отсюда сгонять. Посмотреть, что тут у нас будет. Смотри, скелет какой здоровый. Здоровый скелет. Подожди, можно это отскать? Можно. Кости ледяного червя. Почитаем. Сканирование костей ледяных червей показывает, что они обладают удивительной степенью сгибания. Вероятно, это позволяет костям сжиматься внутрь, когда ледяной червь передвигается в твердых пластах. Полная жесткость костной структуры может привела бы со временем к деформации скелета. Имеются данные о креплениях мышц, которые, вероятно, управляли сжатием или расслаблением длиной грудной клетки ледяного червя. Эти кости ледяного червя кажутся относительно неповрежденными. Похоже, что другие крупные наземные хищники в этом регионе склонны оставлять в покое тушу умершего червя. То есть их, в принципе, не поедают. Ну вот, сдох червь, его никто не сжирает. Почему-то. Хотя медведи, я думаю, может быть и пожрали бы. Почему бы нет? Плоть пропадает просто. Капец, сколько здесь. О-о-о, смотри, смотри, смотри. Дохлый червяк. С голода, что ли, сдох? О, какой у него рот. Прикольный. Сделать превьюху и написать, я победил червя. И просто куча просмотров мне гарантированно. Все же говорят, что они бессмертны. А вот, пожалуйста, мертвый червяк валяется. Хотя вот он покусанный, смотри, его едят. Как бы кушают. Давай отсканим, посмотрим, что скажут. Так, ледяной червь. Невероятно большой и опасный левиафан длиной приблизительно 95 метров. С толстым пластичным экзоскелетом, который передвигается в толще льда с минимальным сопротивлением. Рог ледяного червя самая толстая часть этого существа. Оценка. Агрессивный и смертельно опасный. Избегать. Ну все, про червя мы теперь знаем все. Где мой мопед? Я его стоял вот тут. Садимся, греемся. И везем свою попку в наш отличнейший жилой модуль. Который, в принципе, можно уже теперь, теперь уже разбирать. Поскольку здесь мы все уже нашли. Кстати, ты заметил, что здесь, пока мы сканировали червя, не было ни одного ледяного живого червя. А вот здесь вот они вылазят уже. А здесь они, пожалуйста, вылазят. Вот скотинки, а. Едем, едем, едем. Энергия кончилась. Все, капец. 19... Стой, надо остановиться. Слезай. Скорее, 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 скорее. Надо починить его 19%. Это капец как. Очень тревожно. Если бы он сдох, мне бы пришлось отсюда на своих двух шпилить до дому. А это я тебе скажу такое себе удовольствие. По полям, по полям. Ой. О, смотри, прям передо мной уже сжирает медведя. Мощно. Вот это да. Так, вон там. Ой, здесь кто сжирает. Гляди. Выбрались на завтрак. Сейчас же утро, а они вот завтракают медведями. Вот пещерка какая-то. Давай мы сюда, наверное, нырнем. Вот так вот. И хорошо нам здесь. Знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил, что я ударник просрал. Ну да бог с ним. Не страшно. Я надеюсь, что я больше не встречусь с этими ледяными червями. И у меня не особо-то... Ой, вода. А, это лед. И мне не особо-то хочется сюда возвращаться. Все, мы почти, почти выбрались. Вот он мой жилой модуль. Ты прикинь. Оказывается, если бы я поехал за жилым модулем вот в эту пещеру, то я бы спокойненько нашел ткани архитектора. Так вот. Ставим сюда наш мопед. Пускай он тут чинится. Вот. Хотя нет, жилой модуль надо здесь оставить. Чтобы он питал наш мопед. Ну, то есть, мопед тут, пускай останется на этой территории. Он тут нужен. Тут огромные территории, надо кататься. Так что жилой модуль тоже пусть существует. Надо пожрать. А пожрать мне надо, знаешь чего? Бананов. А, так вода же у меня есть. И, кстати, аптечку тоже я достал где-то. Вот они, вот они наши фруктики. Чудесно. Забираем. Че у меня там по рыбе? Она уже испортилась, да? А, слушай, нет, она не испортилась. Видимо, когда я хожу на поверхности, где холодно, она не портится так быстро. Холод работает как холодильник. Остается нам найти здесь маленьких медвежат, покормить их и можно сваливать. Ну вот, значит. О, живой, гляди-ка. Вот этого чувака я тогда крабом ушатал. Меня потом сказали, это же была мамка, у нее в пещере там детишки, а ты ушатал его. Ну, видишь, он жив-здоров, так что не ушатал. Он же не бежит за мной, да? А вот в этой пещерке детишечки, пожалуйста. Детишечки спят. Сейчас я вот это сюда. Оу! Оу-оу! Я детишкам принес покушать, а ты, а ты, а ты. Так, вот-вот-вот-вот, сигнальный огонь. Иди вон туда, вон туда иди. Вон туда, а я тут вот спрячусь. Она меня видит. Блинский! Вот коза. Я просто детишек твой хотел покормить. Детишечки. Она бежала, нет? Она там. Ладно, я пока рыбу приготовлю. Вот там, с той стороны. Детишки, детишки. Рыбка, 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 рыбка. Рыбку будешь? Погладить. Взять снег. Я угостить хочу. Дать. Кажется, можно было что-то дать. Давай, присядем. Я боюсь, я боюсь, я боюсь. Тебе не подходи ко мне. Я с рыбой. Я пахну рыбой. Блин, нет, я не рыбой, я не еда. Не, нельзя. Здесь я буду не шевелиться, он меня запалит. Нет, как думаешь? Тихо, спокойненько. Спокойненько, как он близко подошел. Поворачиваемся. Я тебя долго могу рассматривать. Могу отсканировать. Ой, достал сканер, он меня захамал. И он меня захамал. Бежим отсюда, короче. Ладно, короче, в бой. Если что, зареспавляется новая мамка. Не страшно. Я ее с ножика ушатал. Круто. Ребята спят. Так, ну ты воскреснешь. Мне не жалко тебя. Ты заново возродишься. Ты меня кусала. А я пришел с добрым ненамерением покормить твоих детишек. Там скоро солнышко-то выйдет. А вот и рассвет. Потихонечку расцветает. Я заметил, что у меня новый маячок появился. Вот такой вот. Давай посмотрим, что это за маячок. Сейсмический ударник. А-а-а. Да нафиг. Забудем про него. Вот же что они, хоропака давят. Ты слышишь, как они хоропят? Похлеще пьяного мужика. Подъем, ребятки. Подъем, подъем. Занюхни-ка, рыбки. О, сработало. Просыпается, ребята. Давай, давай, давай. Покормить. Иди сюда на свет. На свет выходи. Ладно, давай так его покормим, раз он на свет не хочет выходить. Держи. Поллапы мои не откусил. У меня есть еще один для твоего братюни. Братюнь, держи. Отлично. Когда вы вырастите, не забудьте. О, смотри, как он встал. Прикольно. Забавно. На двух ногах умеет взаимодействовать. Погладим его. Короче, когда вы вырастите, не забудьте, что я вас кормил. Так, чтобы вы меня не съели потом. Ну все. Все дела я здесь сделал. Можно отправляться. Очень много было комментариев о том, чтобы я сплавал туда, куда убежала та женщина. В крабьем костюме. И поискал там хорошенечко ее укрытие. Что ж, наверное, так я и поступлю. Мореходище мой, как я по тебе скучал. Наконец-то мы идем. Бродить браздор и море. Я хотел сказать, но тут, а, он что-то хочет поболтать. Ты нашла два из трех компонентов, необходимых для постройки моего телесного воплощения. Я уже очень давно не был так близок к автономности. Да, ты красноречив. Это сарказм? Да, ты учишься. Надеюсь, я не успею завершить обучение. Мне вот интересно. Если вы можете менять тела, зачем вам вообще надо было искать лекарства от заражения Хара? Вы разве не можете просто сделать новое тело? Как ты можешь видеть по компонентам, которые ты уже просканировал, нужная нам форма сочетает биологические и механические детали. Ткани, которые ты просканировала, были созданы из ДНК 27 разных инопланетных видов. 27? Да вы жадные. Но разве это не означает, что все, что может заразить изготовленное вами тело, потенциально может научиться заражать все эти другие виды? Да, поэтому поиск лекарства был первоочередным. Мы подплываем к причалу станции Дельта. Пора бы включить еще один маячок. Маячок, то и дамы-мадамы. Сигнал пилота, вот мы его включаем. Короче, смотри, вот у нас координаты, да, последние известные координаты. А глайдер нам показывает, что тут вот есть какое-то углубление. Прямо туда вниз, если спуститься, то, возможно, мы там найдем Маргарет. Вон, видишь, какое глубокое. Так что давай-ка мы здесь попробуем спуститься, потому что координаты тут, и она, если вниз ушла, то под землей координаты бы, точнее, GPS, он же сигналы распространяет, да, чтобы его заметно. И когда она под землю ушла, GPS приглушился земляными пластами вот этих вот каменных глыб. В общем, садимся в нашего крабика, потому что на нем удобнее там будет маневрировать. Мореход у нас все-таки длиннющий. Ну, с богом. Надеюсь, я ее найду. Это Маргарет. Дамы-мадам. Ну, а если нет, то вся моя теория просто сейчас разрушится о том, что последние координаты ее жилища недалеко друг от друга. О, смотри, вон маяк. Значит, тут у нас кто-то живет. Вот, в принципе, мы первое подтверждение нашли. Вот маяк. Разве я не сказала тебе держаться подальше? Отчего? Я даже не знаю, кто ты. Мое имя Маргарет Мэйда. Ты на моей земле. Здорово. Можно зайти погреться? Ты понимаешь слово «убирайся», альтеранка? Я не из альтеры. Нифига себе, у нее прикольная тут квартирка. Короче, мы ее нашли, и это очень круто. Все оказалось довольно рядышком друг с другом. Осталось только понять, как зайти к ней внутрь. Если она, конечно, нам разрешит. Где у нее здесь люк-то? Люк, ключок. А, ну давай через низ. Вот, это стыковочная шахта. Может быть, через низ зайдем? О, тут ее краб. Смотри. Какой у нее мощный краб. С лезвием. Ну, точнее, это не лезвие, это клык. Какого-то левиафана, скорее всего. Так, ну хорошо. Я сюда запрыгну? Нет, не запрыгну. А в ее краба можно залезть, а? Давай проверим. Крабик, крабик, крабик. Отсканировать, во-первых. Нестандартный костюм краба. Модифицированный. Можно почитать. Оценка. Владелец не хочет, чтобы вы тут мельтешили. Но это правда. Она не очень гостеприимная. А можно ее краба свистнуть? Пожалуйста. Нет, нельзя. Эх. Он так-то прикольно выглядит. И у него, видишь, ребра даже есть. Усиленный каркас. Ну, пойдем попробуем подняться. Облезлый жилой модуль. Ух ты, открыто прикинь. Оу! Ух ты, открыто прикинь. Ух ты, открыто прикинь. Ух ты, открыто прикинь.